Ещё раз, самая большая защита – это осознание. Кто у тебя может, что у тебя может забрать, по каким причинам, почему ты готов это отдать. Задавайте себе эти вопросы. Самая большая сущность – это ты сам, как бы оно смешно ни казалось. Так, сущности оказывают влияние на дурные привычки. Но пока ты слаб сам по себе, конечно, всё это оказывает влияние. Ты же ослабленный, ты себе не отдаёшь отчёт, ты себя не контролируешь. Кому-то нужно держать под контролем. Не бывает в этой плотности, в этом пространстве нет такого, что что-то идёт у нас вне контроля. Если вы себя не контролируете, контролирует тот и другой. Например, похоть, алкоголь, курение, вредная еда. Я могу сказать, ребят, что если вы пройдёте первый рубеж, вот эту похоть, алкоголь, курение, вредная еда, то всё остальное будет намного легче, потому что это самые низменные. То есть человек, который курит, как бы он ни говорил, что это на него не действует, это какие-то ритуалы, это там привычки, неважно, что он говорит. Огонь – это, ой, огонь, дым – это проводник в этого человека. То есть любой человек, который курит, его вот так вот перепрошить, хоть вне зависимости от его воли, это можно сделать элементарно. Перепрошить, если нужно будет, потому что у него уже, вот как вот он выпускает дым, если вот так вот образно будет, у него голова в этом же дыму, правильно сказала? У него нет ясности, он может говорить какие-то умные вещи, вы можете слышать, что он говорит, и восхищаться его словами, но он это не перепроживает. То есть он может говорить, но он не смотрит на все грани себя. У него нет это, чтобы посмотреть на все грани себя. Он может увидеть только несколько грани, очень классно, очень отчётливо, причём он может вывести вас в определённые состояния осознания. Но это будет не полностью круг. Курящие люди этого сделать не могут. Про алкоголь я вообще молчу, потому что алкоголь, любой алкоголь, как оно называется-то, лекарство на алкоголе, алкоголь, квас, который прям такой забродивший, забродивший уже с градусами, любой, он останавливает регенерацию ваших клеток, любой. Потому как в нашем организме вырабатывается алкоголь самостоятельно организмом. И если вы запускаете инородный алкоголь, перестаёт запускаться вот эта вот выработка своего алкоголя в организме, я не знаю, как он правильно называется. И когда перестаёт запускаться свой алкоголь, то клетки, которые у нас регенерируют и восстанавливаются, они останавливают процесс, всё, процесс восстанавливается. Вот, поэтому, что касается курения и алкоголя, если мне человек говорит, что вот он такой вот осознанный, но он просто курит, да, но осознание у него однобокое. Всё, других вариантов нет, ребят, вообще нет. Спасибо.